Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 53-й выпуск передачи новости Турдизи одной строкой. Я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы, и я попытаюсь найти на них ответы. Итак, что вас ждет в сегодняшнем выпуске? Новые сериалы Ханда Ирчель, Демет Аздемир, Альпирена Дуймаза, Айчи Айшин Туран, а также новости о Бергюзар Карель, Ачата Айолусои, о судьбе сериала Кузгун и Северная Звезда и многое другое. Итак, мы начинаем. Вопрос. Есть ли новый проект у Мехмеда Куртулуша? Такой интересный актер. Действительно, актер очень интересный, но не совсем турецкий. То есть, по происхождению он, конечно, турок, но 18 лет он уехал в Германию, где учился в колледже. Затем он устроился на работу в театр, работал в кино, на телевидении, в немецком в основном, но сейчас он снимается в европейских странах, и во Франции, и в Бельгии. Постоянно пытается сделать что-то новое. Иногда возвращается в Турцию для того, чтобы поработать в сериалах. Но это временно. В основном он все-таки работает в европейском кино. Последний раз в турецких сериалах его видели в сериале «Защитник» Netflix, где он работал в первом сезоне. И сейчас у него новый проект, тоже на Netflix, но уже в бельгийском сериале. Он будет играть одну из ролей в сериале «Into the night». Это будет первый сериал, который делают бельгийские кинематографисты для Netflix, то есть оригинальная серия. Первая оригинальная серия Netflix в Турции он играл, теперь в первой оригинальной серии в Бельгии тоже будет играть. Вопрос. Когда уже Чаятайо Лусой закончит работать на Netflix и вернется в турецкие сериалы? Насчет того, что вернется он в турецкие сериалы или нет, я пока с уверенностью говорить и могу. Такой информации у меня нет. С Netflix он закончил съемки третьего и четвертого сезона «Защитника». У него в планах фильм и сериал. Это точно, он сам об этом сказал, но что это за фильм, с кем он будет работать, с кем он будет делать этот фильм, пока неизвестно. Также ничего неизвестно толком о сериале. Известно только то, что это новые совершенно работы, то есть они не связаны с «Защитником» никак. Будем смотреть, что у него в планах дальше, пока ничего предсказать невозможно. Вопрос. Слышала, что создатель Эртугрула будет снимать сериал в Узбекистане. Это правда? Больше похоже на выдумку. Действительно, выглядит немножко фантастически, но тем не менее, это истинная правда. Действительно, такой проект готовится и съемки начинаются уже в следующем месяце. Работа, подготовка к этому сериалу велась на протяжении полутора лет. Были проведены консультации с узбекской стороной. Подписано соглашение с Министерством культуры Узбекистана. То есть подготовки велась на высшем государственном уровне. И сериал будет посвящен жизни последнего харизмшаха Джалаладина Мингуберди, который погиб во время монгольского нашествия. Погиб как герой. Он первый, кто дал отпор ордам Чингисхана. Первый одержал победу над ними. Но в результате погиб и все-таки Средняя Азия была завоевана. В общем, история достаточно героическая. И именно эту историю Мехмед Базда перенесет на экран. Будет сделано 13 серий совместно с узбекской стороной. Будут съемки и в Турции, и в Узбекистане. Видимо, натурные съемки пройдут в Узбекистане. А часть, которая снимается в павильонах, будет сниматься в Турции. Кто будет в главной роли, пока я сказать не могу. Знаю только точно, что Мехмед Базда ездил на конференцию историческую, которая как раз была посвящена жизни этого выдающегося исторического деятеля в Узбекистан. И там он представил короткометражный фильм историкам. Показал, что он уже сделал. И как бы попросил одобрения их. Верят ли они в то, что он сделал. Показал, естественно, в короткометражке должен был быть главный герой. Но кто он? Кто получил эту роль? Конечно, это роль мечты. Любой актер мечтает сыграть в международном проекте такого уровня. Все-таки государственная поддержка и со стороны Узбекистана, и, естественно, со стороны Турции у него будет. И пиар будет огромный. И съемки будут с огромным финансированием. То есть, действительно, это проект, о котором мечтает любой актер. Кого выбрали на главную роль, пока неизвестно. Все в полной тайне. Но, я думаю, поскольку съемки начнутся уже в ближайшее время, то мы узнаем о том, кто стал главным актером в этом сериале в течение нескольких последующих недель. Я буду информировать, естественно, вас о том, что происходит. О чем будет новый сериал Мурата Илдерыма «Рамо»? Официальный синопсис сериала больше похож на историю Ромео и Джульетты. Есть две враждующих семьи, и на фоне этой вражды рождается большая любовь. Место действия Адонар. Там начинается криминальная война за господство над территорией. То есть, это немного похоже на Чукур. И на фоне этой войны герой сериала главный, Ромо, в исполнении Мурата Илдерима, знакомится с адвокатом Сибель, Эстра Белгич, и они влюбляются друг в друга. Сериал «Чужой» выйдет или нет? И кто будет партнером Фенар Денис? Сериал «Чужой» готовит к производству. Компания «Оутри Медиа» намерена его выпустить в декабре или январе. Но пока совершенно непонятно, кто будет главным героем. Илькер Калели ушел. Пытались договориться с Бураком Денисом, но вроде бы его все-таки планируют на сериал «Патрон». Сейчас договариваются с Керемом Бюрсином, но опять это на уровне слухов. То есть, пока главного героя нет. И что будет с этим сериалом? Какой-то он очень невезучий. Я думаю, что в этом случае, как правило, ничего хорошего не выходит. Вопрос. Когда Бергюзар Карель вернется на экраны? Бергюзар Карель сейчас находится в положении. Она на пятом месяце. Ждут второго ребенка с Халитом Эргенчем. И после рождения ребенка она планирует взять большой отпуск. То есть, в ближайшее время на экраны она возвращаться не хочет. Более того, она работала в театре, но врачи ей посоветовали от этой идеи отказаться, поскольку возникли некоторые проблемы с беременностью. И сейчас она полностью посвятила себя семье. Вопрос. Где снимается Лейла Феррай? Последняя работа Лейлы Феррай – это сериал «Восход Османской империи» на Netflix. Сериал уже снят, идет пост-продакшн. Когда выйдет в эфир, пока неизвестно. Но, во всяком случае, она там снималась в одной из ролей. Что это за роль, пока неизвестно. Вопрос. У Демет Аздемир есть новый проект? Кто будет ее новым партнером? Да, у Демет Аздемир новый проект. Это сериал «Мой дом». Говорили, что он выйдет на телеканале ТВ-8. Это не сериальный телеканал. Сейчас, вроде бы, телеканал «Стар ТВ», это один из ведущих сериальных телеканалов Турции, очень хочет получить этот проект. Так что, возможно, он выйдет на «Стар ТВ». Делает сериал компания «Огмедиа». Достаточно известная. Они, кстати, делают также сериал «Сберен Саад» для Netflix. Предварительная дата выхода – январь следующего года. Что касается партнера, пока неизвестно. Но предлагали эту роль Ибрагиму Челиколю. Согласился он или нет, пока я не могу сказать. Но, скорее всего, партнером будет именно Ибрагим. Вопрос. Правда ли, что у Юсуфа Чима будет новый проект? Насчет сериалов у Юсуфа абсолютно глухо. Никаких новых сериалов нет у него в проектах. Сейчас он снимается в фильме. Правда, предыдущий фильм завершился полной катастрофой. Очень мало людей посмотрело. Но он не унывает и снова пошел сниматься в кино. Молодец, он работает по профессии. Не всем везет стать суперзвездами. Кому-то просто надо работать. Что он, собственно, и делает. Но менеджера бы ему не помешало сменить. Потому что этот менеджер ему явно ничего хорошего не дает. Вопрос. Сериал «Мама» с Джансу Дере был провальным? Очень странно поставлен вопрос. Почему вы так решили, я не совсем понимаю. Но сериал «Мама» – один из главных хитов 2016-2017 года. И в рейтингах он иногда был выше даже султана турецких рейтингов сериала «Возрожденный Эртуру». Средний рейтинг у сериала 8,18 и среднее количество зрителей 6,610,000 человек. То есть это супер хит. Сейчас «Мама» очень успешно продается в мире и очень успешно идет. За рубежом это тоже очень большой хит. Так что нет, вы не правы. Сериал очень успешный и это еще один хит в карьере Джансу Дере. Вопрос. Какие новости о Кереме Бюрсине? Есть ли у него новый проект? Пока о новом проекте Керема я ничего сказать не могу. Точной информации нет. Ходят слухи о том, что ему предложили якобы присоединиться к сериалу «Чужой», который будет снимать компания «Утримедиа». И там в главной роли Пынар Денис, как вы знаете, из этого сериала ушел Элькер Каллили, у которого не совпал график съемок. Он уехал в Таиланд сниматься в сериале «Нетфрикс». Сейчас место вакантно, идут переговоры. Но договорились они с Керемом или нет, пока не могу сказать. Вопрос. Начались ли съемки сериала «Ферхат и Ширин»? Съемки сериала пока не начались. Идет читка сценария. По предварительной информации, работа над сериалом начинается с середины месяца этого. То есть на экранах он появится в ноябре. Может быть, в начале декабря. Но, скорее всего, в конце ноября они его уже выпустят в эфир. Вопрос. Как продается в мире сериал Эзель? Отмечу сразу, что экшен-сериалы турецкие не так популярны в мире, как сериалы женские. Например, «В чем вина фатмоголь» или «Запретная любовь» – они продаются и идут за рубежом лучше. Есть только несколько исключений, когда сериалы именно в стиле экшен оказывались востребованы у международной аудитории. Вот как раз Эзель – одно из таких исключений, когда действительно турецкий экшен-сериал отлично идет за рубежом и отлично продается сейчас. Его закупила интернет-платформа Netflix. Вы можете посмотреть сериал и на платформе, то есть он доступен для просмотра не только привычной для турецких сериалов аудитории в Латинской Америке, или в Индии, или в Восточной Европе, но и для Западной Европы и США. То есть этот сериал знают не только страны, которые привыкли смотреть турецкую продукцию. Вопрос. Какой сериал был более популярный – «Чукур» или «Обещание»? «Чукур» и «Обещание» выходили в один и тот же день, в понедельник, и соревновались друг с другом, шли буквально нос к носу. Начинал «Обещание» в понедельник, когда в эфире был «Внутри» и «Черды». И «Черды» все-таки дошел до финала с более высокими показателями. Но во втором сезоне, когда начался «Чукур», «Чукур» начался достаточно низко. Они раскручивались несколько месяцев и раскручивались очень медленно. Тогда как «Обещание» на втором сезоне пошло очень быстро, очень хорошо. Был большой всплеск интереса. Но в конце концов «Чукур» и «Обещание» выровнялись. До финиша сериал «Обещание» уже добрался. А сериал «Чукур» пошел на третий сезон. Что касается цифр средних, то в среднем «Чукур» смотрела 7 миллионов 310 тысяч зрителей. Это за два прошедших сезона. Что касается «Обещания», то его цифра 7 миллионов 350 тысяч зрителей. То есть разница между ними всего 400 тысяч зрителей. Но поскольку все-таки «Чукур» продолжается, еще неизвестно, какой результат будет. Возможно, «Чукур» очень сильно вырастет в третьем сезоне, а возможно и опустится. То есть конечную точку в этой истории ставить рано. Оба сериала не продаются за рубеж. Все-таки экшн-сериалы достаточно плохо идут за рубежом и их не покупают. Но Тимур Савджи предложил своим зарубежным коллегам другой вариант. Он продает идею сериала, продает сценарий и за границей будут снимать ремейки. Например, сейчас такое соглашение уже почти подписано в Мексике. И там будет собственное обещание мексиканское. То есть с мексиканскими актерами. Но сюжет все-таки будет именно турецкий. Вопрос. Расскажите о личной жизни Араса Булута и Немли и Дилан Чичек Денис. У Араса Булута и Немли личная жизнь уже давно сложилась. Он живет вполне счастливо с одной и той же возлюбленной. Беги Аннал. Они познакомились еще на съемках сериала «Морал», где он играл вместе с Хазал Каем. Там, кстати, Беги играла девушку, которая была в него безответно влюблена. Но в жизни получилось наоборот. Они влюбились друг в друга вполне взаимно. И с тех пор вместе Беги тоже актриса. Она не особо афиширует в профессиональном смысле свои близкие отношения с суперзвездой. Предпочитает работать сама. Она не такая большая и не такая известная актриса. Но вполне самостоятельная и вполне удачная. Ее карьера складывается. Ее последняя работа была в сериале «Защитник», где она играла с другом Араса Чаотай Малусуэм. Арас очень дружелюбный человек. После каждого его проекта у него появляется множество друзей, с которыми он продолжает поддерживать отношения. Так, после «Великолепного века» он подружился очень сильно с Толгой Сарыташем и особенно с Ингином Астюрком. Они стали очень близкими друзьями, когда у Ингина случилась большая беда. У него умерла сестра. Арас его очень сильно поддержал. Вместе с Барышем Ордучем и Толгой Сарыташем они вывезли Ингина на море. Целое лето за ним ухаживали, целое лето были вместе с другом и вытащили его все-таки из депрессии. Сейчас Ингин прекрасно себя чувствует, продолжает работать. В общем, у него жизнь наладилась благодаря друзьям, именно которые ему сильно помогли. После сериала «Внутри» Арас подружился с Чатаем и Усоем, сейчас они живут рядом, соседи. И после сериала «Чукур», я думаю, у него тоже сложатся прекрасные отношения с коллегами по съемочной площадке. Что касается его семьи, она очень близко связана вся с турецким шоу-бизнесом. Его старший брат Арчун тоже актер, его сестра занимается музыкой, ну а двоюродную сестру Араса Булута, я думаю, вы все прекрасно знаете, это Мирай Данер. Что касается Дилан Чачек-Денис, ее личная жизнь пока складывается не так удачно. Она встречалась очень долгое время с Фурканом Андычем, они вместе ездили в США, расстались. После этого она встречалась не очень долго с Бирканом Соколом, но они тоже расстались. И пока девушка одна, но я надеюсь, ненадолго, а кого-нибудь она все-таки себя найдет. Вопрос. Прочитала, что у Кузгуна низкий рейтинг. Это правда? В Ютьюбе зашкаливают просмотры. Ни у одного турецкого сериала таких просмотров нет. Давайте начнем с конца. Насчет Ютьюба и зашкаливающих просмотров вы абсолютно не правы. Количество подписчиков Кузгуна 493 тысячи человек. Это не очень хорошая цифра. Сейчас топовые сериалы турецкие на Ютьюб имеют 1-2 миллиона подписчиков. Бывает и 3. Что касается просмотров, самый популярный ролик на Ютьюбе у Кузгуна имеет почти 3 миллиона просмотров. Тогда как, например, у Возрождения Эртурул 10 миллионов, у Внутри 15 миллионов, а у Ветреного 23 миллиона. То есть, вы не совсем правы в том, что просмотры зашкаливают. Просмотры, наоборот, не очень хорошие. Посмотрите, например, Чукур, где каждый ролик смотрят 2-3, а то и 4 миллиона человек. Что касается рейтингов. Средний рейтинг Кузгуна 4,02%. Среднее количество зрителей 3 миллиона 300 тысяч человек. Это мало. Это очень мало. Тем более, что хороший рейтинг это за счет первого сезона. Сейчас рейтинг страшно провалился. И, например, последняя серия показала результат 2,17%. Но это вообще катастрофа. Если честно, с такими рейтингами сериалы закрывают и бывает и финала. Вы не увидите, что, собственно, с Кузгуном и случилось. Было принято решение закрыть сериал на 21 серии. Я надеюсь, что финал будет более-менее логичным. Все-таки дали пару серий для того, чтобы завершить сериал ну, хоть как-нибудь. Вопрос. Есть ли новый проект у Альперена Доймаза? Да, новый проект у Альперена есть. Уже находится в разработке. Это сериал «Стужа», который готовит телекомпания Айя Пым для телеканала Шоу ТВ. И режиссер, всем нам хорошо знакомая, Хиляль Сарал. Уже достаточно давно на экранах нет классической истории любви, молодые люди, университет. И это как раз все будет в этом сериале. В главных ролях Альперен Доймаз, Айча Айшин Туран. Они составляют главную пару. Плюс еще будет Хазал Фелис Кючю Кисе. И, скорее всего, ее партнером будет Энгин Астюрк. Но пока он контракт еще не подписал. Так что посмотрим. Сериал выйдет на телеканале Шоу ТВ скорее всего уже в январе. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о сериале Король. Сценарий по книге или нет? Про сериал Король пока мало что известно. Точно известно, что его снимает телекомпания Олд Римедия и главный герой сериала Асжан Денис. Насчет партнерши думают про Нургуль и Шильчай, но она пока свой ответ не дала. По поводу сценария, говорят, что сценарий основан на реальных фактах. Больше ничего не известно. Сериал должен выйти в январе. Вопрос. Судя по количеству серий, сериал «Это моя жизнь» был очень рейтинговым. Или же дело в том, что его показывали на госканале. Нет, сериал вышел на коммерческом канале, это не госканал. Рейтинги его были 5,37 и среднее количество зрителей 4 миллиона 340 тысяч человек. То есть, это средний хит. Но было выпущено 131 серия. Действительно, очень много. Почему так? Дело в том, что продолжительность любого сериала в Турции зависит от соотношения цена-качество, как и в любом бизнесе. Если сериал дешев в производстве, но при этом имеет стабильный средний рейтинг, то его могут показывать до бесконечности. Например, у дневных сериалов вообще рейтинг 2-3%, но поскольку снимать их очень дешево, то они могут иметь и тысячу серий. Разумеется, это моя жизнь все-таки прайм-тайм сериал, до тысячи серий он не дошел, но в принципе рейтинги неплохие, в производстве он был дешев, поэтому продолжали, пока была возможность продолжать. Когда рейтинги пошли вниз, то его закрыли, как и любой другой сериал в Турции. Вопрос. Партнером Демет Аздемир в сериале «Мой дом» действительно будет Ибрагим Череколь? Да, я думаю, что сейчас уже можно сказать с полной определенностью, что именно Ибрагим Череколь будет партнером Демет Аздемир, если не произойдет что-то экстраординарное в последнюю минуту. Сериал выйдет на телеканале ТВ8, это не сериальный канал, поэтому как поведет себя аудитория, пока не совсем понятно. Например, «Моя дочь» прошел в принципе неплохо. То есть это был средний хит и кстати он хорошо продается за рубежом. Будет ли аудитория смотреть «Мой дом»? Вопрос. Кстати, скорее всего его поставят на пятницу, поскольку все остальные дни недели у телеканала заняты телепередачами, которые выходят в прайм-тайм. Как я говорила, это не сериальный канал, а в пятницу достаточно жесткая конкуренция и посмотрим выдержит ли он эту конкуренцию? Вопрос. По слухам адаптация доктора Хауза все же будет. Идут переговоры с Тимучином Эсеном, а кого рассматривают на главную женскую роль? Это уже не слухи, это уже факт. Действительно, адаптация доктора Хауза выходит на телеканале Д. Главный герой Тимучин Эсен, кстати, сначала хотели взять Халюка Белгинера, он отказался, Халит Эргенч отказался, Азан Гюен отказался и в конце концов договорились с Тимучином Эсеном. По поводу героини пока никакой ясности нет, вообще никакой информации нет, даже предполагать нельзя, кто это будет, кроме женской героини, если вы помните, в сериале очень важная роль друга Хауза и кого возьмут на эту роль тоже Я знаю, что руководство компании Cargo Seven Pictures, которая снимает этот сериал, очень дружит с Мерьем Узерли, они общаются уже несколько месяцев, и если вдруг ее выберут главной героиней сериала, я нисколько не удивлюсь, но пока Мерьем болеет, так что возможно и не она будет, посмотрим. Вопрос Когда стартуют сериалы Дорогое Прошлое и Пуля, Какие ожидания от этих сериалов в Турции? Сериал Пуля стартует 23 октября в среду и сериал Дорогое Прошлое стартует 25 октября в пятницу По поводу Дорого Прошлого никаких особых ожиданий нет, там снимаются актеры, которые мало что значат для турецкого зрителя, извините, если я обидела кого-то из фанов этих актеров, но это действительно так, там не суперзвезды. Что касается сериала Пуля, то здесь ситуация совершенно противоположная, снимается любимейший Ингин Алтан Дюзьятан, который после сериала Возрождение Эртурул является одним из самых популярных актеров Турции. Плюс еще Бурчин Терзелу, который тоже имеет определенный вес, весь второстепенный состав сериала тоже пользуется определенной популярностью, определенной известностью в Турции, собрали очень хороших актеров, поэтому действительно ожидания от сериала очень большие, плюс очень интересная история, которая турков волнует до сих пор, то есть эта история из реальной жизни, жизни прокурора, который погиб, сражаясь с несправедливостью, и у турков эта история до сих пор вызывает живейший интерес, поэтому действительно пулю ожидают и надеются на то, что она станет одним из лидеров следующего сезона, но посмотрим, как служится, иногда выстреливают совершенно неожиданные сериалы, те, которые никто и не ждал, а самые ожидаемые сериалы проваливаются, так что здесь прогнозы делать, в общем-то дело неблагодарное. Вопрос. Будет ли третий сезон сериала «Ветреный»? В Турции в 99,9% случаев все сериалы снимаются по концепции будет рейтинг, будем снимать, не будет рейтинга, закроем послезавтра, иногда бывает закрывают и в тот же день, то есть очень сложно естественно актерам работать в такой системе, но она реально работает вот именно так, поэтому ни о каком третьем сезоне сейчас говорить не приходится. В январе будет заключение новых контрактов на новый сезон, иногда рекламодатели видят хорошую динамику и заключают контракты до следующего года, то есть на целый год. Такое бывает редко, но бывает. Например, невеста Истамбула, которая имела хорошие АБ, но плохие рейтинги в Total, она пошла на следующий сезон именно благодаря тому, что рейтинги устраивали рекламодателей. Им не нужны были все зрители, им нужен был рейтинг АБ, а он у сериала был стабильный на протяжении долгих месяцев, и они решили, почему бы и нет, почему бы не заказать рекламу на год вперед, тем более, что это выходит дешевле. Что касается Ветреного, АБ у него нормальный, но будет ли этого достаточно, чтобы и в январе продлели контракт на целый год, я не уверена. То есть, сериал будет продолжаться, видимо, завершится второй сезон, как и положено, в мае-июне, а вот на третий сезон пойдут или нет, будет зависеть от рейтингов, которые можно будет считать, где-то начиная уже с марта месяца, будут считать и думать, продлевать или не продлевать, так что следите за рейтингами, они решают все. Вопрос. Почему турецкие актрисы все такие худые? Иногда слишком худые. Это какие-то стандарты турецкого сериального бизнеса? Нет, это не стандарты турецкого сериального бизнеса, это стандартный шоу-бизнеса мирового. Сейчас практически все актрисы в мире стремятся как можно худее выглядеть, тем более, что экран полнит, причем достаточно сильно полнит. На самом деле в жизни, если вы встретите актеров, вы можете очень сильно удивиться, насколько они не соответствуют тому образу, который вы видите на экране. Очень много актеров в жизни гораздо худее, гораздо менее мощные, чем вы их видите в кадре. Поэтому для того, чтобы хорошо выглядеть, для того, чтобы соответствовать мировым стандартам красоты, приходится актрисам, особенно актрисам, но и актерам тоже, поддерживать оптимальную форму и быть как можно худее. Например, посмотрите на Индию, там та же самая ситуация. Лет 20-30 назад все индийские актрисы были достаточно полными и стандартом красоты считалось, чтобы девушка была несколько полновата. И сравните с актрисами, которые сейчас снимаются, это буквально небо и земля. Насколько они похудели? Почему? Потому что должны соответствовать мировым стандартам красоты всего лишь. Вопрос. Есть ли шанс у сериала Северная звезда не быть закрытым? Рейтинги нормальные? У сериала Северная звезда отличные шансы. Начинал он достаточно скромно 3,82 но затем резко поднялся до 7 и до 7,5% это очень хороший результат. Возможно потом и опустится, но все-таки сериал идет в субботу. В субботу обычно аудитория не такая большая и на этот день недели обычно ставят телеканалы что-то полегче, что-то, что они рассчитывают, что рейтинги будут средними. Так что для телеканала такой рейтинг 7% это просто манна небесная и с таким рейтингом если хотя бы 5 будет, то он может идти и один сезон, и два сезона, и три сезона. То есть пока будет нормальный такой рейтинг, то переживать за сериал точно не стоит. Вопрос. Есть ли новый сериал у Ханде Эрчель? Говорили про ее работу в Болливуде. Насчет Болливуда немножечко вышла ошибка. На самом деле предполагаются съемки рекламной кампании у модного дизайнера индийского, но это не фильм и не сериал. Что касается работы в Турции, да, Ханде уже приступила к съемкам нового сериала, который называется «Азизе». Он будет выходить на телеканале «Де» и ее партнером станет Мугра Пилсой. Первый тизер уже вышел. Очень хорошая пара получилась, красивая. Так что я надеюсь, что сериал понравится аудитории. Итак, друзья, наш выпуск подошел к концу. Спасибо всем за внимание. Я напоминаю, что мы встречаемся с вами по вторникам. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok